Алексей Иванович от Рощенко пришел на встречу с супругой Валентиной Александровной, вместе с которой уже 56 лет. День Победы для ветерана – двойной праздник. Именно 9 мая Алексей Иванович отмечает свой день рождения. Ветеран вспоминает, война для него началась в городе Невель, теперь Псковской, а в то время Калининской области. Мать умерла, отец председателя колхоза ушел на фронт. Два с половиной года фашистской оккупации – один из самых страшнейших периодов в жизни, признается ветеран. Затем все шестеро братьев попали в детский приемник НКВД, откуда в начале 44-го года 15-летнего Алексея забрали в стрелковый полк. 11-я гвардейская армия и 3-й Белорусский фронт. Как раз перед операцией «Багратион» готовилась операция для освобождения Белоруссии. Мы попали в воинскую часть, нас переодели. Оружие мы знали, стрелять умели, гранаты бросать мы тоже могли. Но мы были готовы, солдаты. Красноармейцы мальчишек берегли. В основном те выполняли поручения командиров. Все свободное время Алексей Атрощенко проводил при полковом оркестре. Выучился играть на трубе. Вместе с 212-м полком прошел Белоруссию, Прибалтику, Восточную Пруссию. Там, в Кёнигсберге, позже Калининграде окончил школу. Затем поступил в Казанское военное училище. А потом началась кочевая жизнь советского офицера. Служил в Калмыцких степях под Ленинградом в Астрахани, на Курильских островах. После демобилизации с женой и двумя дочерьми перебрался в Калинин. И в землянках пришлось пожить, и на квартирах, и в бараках. Настоящая судьба после войны, когда все было разрушено, разгромлено, нигде было не жить. Но я сказал, что поскольку я поставил себе цель быть офицером, вот. Самое, это есть такое, самая лучшая профессия, защищать Родину. Ветераны Великой Отечественной войны – друженики тыла. На их долю выпали ужасы войны, тягости голодного послевоенного времени, тяжелый труд по восстановлению страны. Встречи и общение с ними особенно важны для молодого поколения, уверен председатель законодательного собрания Андрей Епишин. Основное впечатление по тем временам, понятно, это у меня бабушка вышла в Волочке, жила, то есть понятно, что было тут в эвакуации. Как перевозили архивы из Волочка в Калинин, хотя Калинин оккупировали, Волочок там не оккупировали, к примеру. Вот. Как где видели последний раз моего прадеда, 49 лет, подстарится, и вот почему к поисковикам особо отношусь, может быть, есть шанс, найдут там, по архивам не могут найти. Поэтому это все важно. Не уронить планку нравственных ценностей, сохранить связь поколений – важнейшие задачи, стоящие перед современным обществом, чтобы память о подвиге и Великой Победе всегда была жива. Екатерина Карпова, Рентовый пилот.